блин все так хорошо начинал масло коробка здесь на капоте по козлячьему сделали фары как бы не работают но не работают люк тоже тут в пропалах 12 500 но я вижу тут вообще 11 11 тысяч это продаж и сейчас ведь я тебе говорю к октябрю месяце уже останутся одни уши и моя разгоняется чуть пободрее конечно ну все растекаются у коробки мешать и могу сказать собираем никогда не нужно рассматривать автомобиль как средство обогащения друзья всем привет в прошлом видео серёжу так захейтили что я решил его в это видео вставить еще раз он уже начитавшись комментариев ему столько раз писали что он перекуп слушать я наверно что-то в этой жизни делаю неправильно и пойду действительно попробую быть перекупом еле уговорил вернул его обратно поэтому сегодня ford fusion с участием серёжи то количество трешников которые он посмотрел мы полностью показывать него душа не хватит хронологии видео а вот самое интересное оставим fusion 13 год из разряда ищем живой форс fusion крепление пары бронштейн бампера лопнут это банкер оригинальный вот лопнутая решетка таким куском но это не критично есть царапинка так вот здесь вот на капоте немножко по козлячему сделали радиаторы стоят равные здесь есть маленький зазорчик незазорчик капот здесь снимали вот покрасили 189 капота 15 6 490 200 1 200 64 ну да этот споклёванный был вот немножко есть мятая крыла ну вот есть такие скольчики по кнопкам есть вот такие вот две царапки еще так вот здесь вот на потолке дырочка есть а этот ремень защелкнут ты не работаешь не посмотришь если стреляет он не работает он затягивает друзья перед тем как начнем осмотры хочу сказать что в городе Киеве по крайней мере было мы замечено что некий парень по моему под именем константин или что-то такое осматривает автомобили от нашего имени друзья для того чтобы не было путаницы заходим к нам на сайт внизу в разделе наши сотрудники есть фотографии всех наших сотрудников у нас команде там больше 20 человек они все представлены и если вдруг этот человек не он то понимаете что это не мы и мы за это ответственности не несем форк фьюжн значит бампер здесь стоит оригинальный его ремонтировали не стоит в зазоре но как бы немножко неправильно сделали решетка не сидит на месте двигатель сухой ланжероны поверху тоже трогались не вижу следов есть вот такие вот царапки по капоту не знаю поймает не поймает но по-хорошему полировать диск передний под чулками его под покраску здесь вот такие вот легкие царапки но они должны сполироваться царапка по накладке здесь как бы есть такие легкие царапки незначительные по потолку вот такая борозда идет люк тоже тут в пропалах вот тут же пропал следы сопли какие-то продертость потолка подвисает потолок где-то 700 проскочила 400 пока вижу еще вот это крыло красилось заднее левое плечок не в зазоре стоит вот есть видно пыльца еще есть продертости задиры царапки бампер тоже красился задний не сидит задняя накладка соответственно вот зазор желтое пятно какое-то еще какие-то пятна короче мрачные двери эти снимались пузыри какие-то пошли но эти двери менялись 600 1000 1080 тут как-то так спорт фьюжн киев здесь пара немножко болтается пошло покрепление это ремонтируется была мятка уже есть шлепнуло сюда тоже вот здесь в принципе идет дайвань постоит более-менее зазор здесь вот оборвано подорвано снять ближе под крылок обороны капот красился 160-170 крыло тоже красилась вот тут есть шпакловочка 1300 на ручке на вот этих накладках есть такие вот щетки не знаю гривен 500-600 стоит их поменять есть порог немножко архитное место есть вот такая вот мятка вместо запаски есть вот такие вот царапки большие вот вот царапка по бамперу вот мятка ну и не знаю ее выровнять не выровнять получится ну и сантиметров 30-40 по потолку более-менее нормально ремень работает средний не работает Сережа это тот парень у которого за всю историю пока он есть с нами у него было всего два залета то есть на самом деле он очень глазастый видит он очень много темов залет у него был один по ремню безопасности когда он его не подергал и мы выбрали автомобиль с заклинившим ремнем и еще один залет у него был по турбине когда он не обратил внимание на давление турбины кто не видел вот оставлю ссылочку бежим идем смотрим а так парню вопросов в принципе нет и кстати у него самые рекордные вот сбросы по стоимости автомобиля от цены изначальной и от цены конечной то есть Сережа у нас лидер и именно у него на одном из автомобилей он скинул четыре с половиной тысячи долларов хороший он или плохой судить вам но мы всегда на стороне покупателя я только по верху посмотрел сейчас возьму добрый день прилетело в это сам понял упало дерево сжатый график поэтому сразу пошли без прелюдии сразу пошли мерить смотреть 102 110 что является абсолютной нормой 114 115 о детячая криселка не смазанная хрень надо бы побрызгать двери не отнимались по проемам тут тоже вижу все нормально 46,4 47,7 ну такой потолок классно было бы под химчистку а так а так в общем-то рикаро уже для более взрослых детей 15,36 по крайней мере когда был мой маленький он себя чувствовал уютно лишь только там в этом кресле когда он вырос 126 двери в норме проем на всякий случай тоже здесь ничего не отнималось красивенько хорошо слегка подтертые боковины сидений типа можно покрасить здесь тоже 30-40 износа есть царапка на бампере по зазорам все хорошо здесь нормально болты не отнимались ну что ж уже по боковине красота на всякий случай 122 все целенько здесь здесь все целенько вот здесь сильно надута краска из-за того что видать он где-то стоял вот тут потерся его чуть-чуть подшпаклевали если взять вот здесь то он в принципе здесь видно что у нее есть второй слой вот так в общем то красота петли внизу даже никто и не трогал только сверху отнимали на всякий случай внутри да капот взят в цвет внутри он не особо и крашен вот подкрашенный перепыл вот здесь видно а вы я так понял и перепродаете да? нет машины жены купили а давно? купили и во феврале помолит 30-30-30 полгода эксплуатации чем не понравилось? а у нас дело в том что домшки поэтому у нас сейчас да квартирный вопрос это всегда такое нет мы хотели квартиру но в итоге купили дом в Белогородке 200 квадратов поэтому сейчас срочно но не срочно этот ремень работает так лежит вот блок вот крепление от него фиксатор его надо бы поставить на место он не стоит просто на месте здесь к сиденью стекло Украина сейфглаз стоит уже пошла легкая растреплексация не критично но уплотнителя просто вставки поставили без лепесточков здесь еще лепесточек должен быть но ушел он в сторону потерянных вещей вроде бы и не страшно вот осталось старое зеркало с правой стороны ну не знаю поменяли на грубо говоря другое тоже оригинальное есть вот трещинки как бы все ровненько домкрат вот так салон без следов жесткой эксплуатации есть вот видно щасик но это краска другой машины может быть и полирнется легкий рыжик пошел под краской так что у нас по дверям сухо не ржавое 132 127 131 а ты ее смотрел по картинкам да подушки были стреляны нет вообще ничего а потому что чтобы зря уплотнители не срывали нет ничего не было был был упало дерево продырявило сиденье поцарапало торпеду окей сейчас я тут досмотрю потом подключусь бампер начал немножко отлучиваться его понятное дело красили но это тоже не критично почему тяжело найти ford fusion за в принципе его тяжело найти без за вот ценник есть от и до а fusion тяжело найти в принципе почему потому что собирает его из тайваньских польских китайских запчастей что они не дружат по зазорам то там все мрачно и печально это еще в комплекте того что очень часто в фордах нету безопасности ну вот я не знаю почему именно в фордах нету но вот ford это тот автомобиль где его восстанавливают крайне редко есть вот если она осталась там целая там она есть мало кто восстанавливает ну и прочие технические вопросы делают свое не очень хорошее дело и нормальных машин не так много это если взять ford fusion ну сама подушка здесь есть присутствует и она там датчик аэрбэга вот это он горит ов когда никто не сидит когда садится он загорается ну то есть пропадает это ов ну как бы она включается не я смотрю наличие физической самой подушки просто подушку да я думал вот этот датчик что выключается для детей но так в принципе все по ошибкам дальше уже сейчас заедем посмотрим ее снизу скорее всего есть основные ошибки у него по аккумуляторной батарее во многих блоках видно что она была просадка фары показывает что цепь левой правой фары из-за того что тут стоит не родной ксенон в общем при колхозе ли и он не понимает нагрузку поэтому показывает что фары как бы не работают но не работают габариты правый левый вернее как они работают но только в комплекте с включенным ближним светом правый обогрев зеркала электрическое управление зеркалами ни правым ни левым не работает так дальше что еще так это все по зеркалам датчик ABS походу сейчас посмотрю какой один не постоянно видать на вывороте или водой когда его заливает он иногда подгручивает а так в общем то очень даже и неплохо как для американца ну впечатление скажу после того трешника который мы обычно видим ну даже очень и неплохо сиденье тут надорванное передняя левая стекло лобовое у него украинское стоит затонировано но правда рубероида ну как темной пленкой где-то десяткой по кузову она я ее просмотрел она везде все целое мененный здесь капот капот стоит практически в цвет изнутри видно что он подкрашивался снаружи покрашен хорошо ну что двенадцать пятьсот ну я вижу тут вообще один из один отсюда хотя машина на самом деле неплохая это уже восьмой или седьмой фьюжн который смотрим а ну короче там посмотрим он уже сейчас заезжает если он снизу хорошие то надо давать ему 11 предлагайте забирать но только кстати работает хорошо ну минус еще то что она тупо на зимней резине от этой зимней резины к октябрю месяце уже останутся одни уши и ну как бы протектора там уже не будет воротная болезнь или заборная или дверная на этой арке на соседней радиатор сильно не забитый внизу также есть легкие удары от камешка вам сказать что он забитый в усмерть точно нет на туши легкая мятка но ее практически не видно если смотреть в общем вот машина видно только раз порог не может уже сразу крепление снимать облома пожалуйста ну как бы это все дима синие на ремонтируется делается так быстро целая обманки на лимда зонде не вижу подозрение того что катализатор у нее еще присутствует ввиду того что долго стоял оглушитель уже мне ржавенький о настоящая американская грязь с какого-то штата колорадо ладно не будем мы вытряхивать ими редкую американскую грязь а то сейчас артем нам быстро по ушам настучит и заставит убирать блин все так хорошо начинала масло коробка а лизнуть снять пробу и походу вот недавно да еще не успела засрать на еще даже не замаслены тоже течетですね либо фильтр просто да не на ли стоит на нем вот потек масле спереди тоже с усуланным будем думать что это просто не но если бы она если бы она отсюда шло вот здесь она бы не вытекала то есть как бы как минимум если бы нас фильтра вот здесь было но коробочное масло с фильтра здесь не будет априори и даже если допустить что если это масло с фильтра то бы было вот здесь уже мокрое но так все целое не замытое поэтому точно нет стыковка 3 плоскостей и течь не так сколько денег на 1602 это в чем это в чем цифры какая прекрасная мы только что ездили коробку от снимали вариатор то там 182 это цифра в долларах так это масло коробки вот это да с коробки вот это масло с двигателя здесь стык 3 плоскостей потому что цель крышка цепи блок и поддон в этом месте три плоскости соединяются самое самое место самое слабое место для путечье масло это для этих моторов вообще болячка да а вот это что с коробкой а это скрытие покажет наверно сальник на коробке первичного вала среди сюда либо сальник первичного вала либо уплотнение по маслонасосу в деньгах в деньгах снять поставить коробку где-то 3000 гривен может стоить если это первичный тут надо неправильный подход сальник ли это то есть тут смотровое окошко есть боли плохо здесь нету да и здесь нету и тут нету даже заглянуть посмотрим ориентировочно если это по передней части коробки там нету никаких там повреждений там трещин и так далее то в 200 долларов можно это это по рейке но это дима может покачать чтобы послушать по на рейке это или на по рейке она не отдает это поперечный и причем с той стороны еще раз можно но не видно это уже хорошо если звука не видно для того чтобы было понятно какие автомобили были до один из них все таки покажем то есть по наружу он хороший замечательный ну что такое техника автомобиля техническое состояние автомобиля например снизу тот чего мы видим и не видят остальные вот тут вот как раз тот момент когда нужно показать давай заезжай черкасы рулят кто-то маркелка можно заезжать тебе оторвал на сумме и запотевание с коробки нормально наш подсекает да нормально так топит тут я бы сказал что бежит все растекается у коробки полуоси этой гайки но есть новая это такая две полуоси надо но есть она запотевание запотевание передние крышки соли передние крышки под замену сеться тут прикол в том что тут стык 3 плоскостей поддон крышка и блок еще и на разных соединениях там она подсекает опять же то надо замывать и видеть хуисху сверху подкапывается послачивается просто через кожух внутрь по стыку подрамник кривой вообще ему жопа мира раздавлены короче блин а с виду была такая прекрасная машина блин по радиатору не знаю покажет не покажет стоит матом здесь все нормально не хватает куска защиты пыльника немного болтается защита порванный подкрылок его под замену разрыв шва заводскую и вот тоже вот был удар кусочек радиатор но выпал кусочек радиатора поставлю смонтирую обратно смонтируем этот хламидии кожи и нашу лопнутый тут вот колхозное крепление тоже что-то просто на саморез прикрутил остаток от ловли на укрепление радиатор поэтому он так матом и стоит потому что во первых кривой подрамник во вторых вот это такие крепления вареные подрамник передняя панель радиаторов и радиатор охлаждения тут искали свои кондиционера под замену в идеале иначе ну и подрамник тоже на программе до бампер по хорошему тоже по подкраску тоже есть такой зазор полтора пальца будет под замену он с камнями из-за того же дырявые подкрылки попадают камешки в ремень и вкатанные время сверху такая приличная машина а потом переклей видно с виды виктор рейнс герметичка вот он и течет вот здесь вот на стыке на т на т-образном соединении это обычно самые сложные места к переклейке и вот он тут и течет бампер тоже почуханный второй порог вот он с этой стороны тоже мы видим подкрылок под замену задний бампер тоже по-хорошему перефраз поддон неродной не то что он клееный мы видели не родной была стукнутая но тут наверно что-то мало потому что видно что подрамник видишь кривой на атмосферники без выемки да он идет прямой а это своей майкой под трубу от турбины тоже видно с подрамником что-то селителем что-то делали мы что-то могу сказать собираем надеялись на лучшее но снизу у нас все по огорчало течь коробки до подрамник надо менять 2 а уж он кривой радиаторы блин он заломанный он потечет по-любому он тоже кривой то есть не стоит на месте радиатор он стоит риски за тем но я на как бы он скоро потечет это однозначно передний бампер задний бампер три подкрылки передние два подкрылка задний левый подкрылок под замену и непонятно что в коробке коробка пинается обсякается по-хорошему ее надо ремонтировать ремонтировать снимать коробку тут работа в районе вот хлам хочет за 12000 пипец ладно вешаем защиту тест-драйв переключается плавненько моя разгоняется чуть пободрее конечно не бензин 30 304 кобылы полный привод стоимость автомобиля 12800 долларов наш заказчик максимум готов до 12 и даже за такую цену мы не можем найти нормального автомобиля получится ли с торговать не знаю сейчас будем пробовать какая крайняя цена и дэна честно 11 с половиной как я вообще вижу 11 11 с половиной то есть я думаю что это нормальная адекватная цена подписи так не я понял то что вы говорите но нет меньше 12 даже с учетом вот этого может быть одиннадцать восемьсот это вообще край на тут что это все меньше уже катать то не а ну там уже 100 200 долларов то что не сигареты кофе так нет 200 долларов это как раз коробку это делать до долларов думаю же самое такое что меня расстроило сегодня остальное там все диски покрасить 5 тысяч гривен нет там передняя крышкой перепаковывать передней крышки у вас тоже там масло течет ну за сторон то там 2000 гривен выпускает пускай 300 долларов все коробка и вот этот потом резина потом короче то что я понял то есть есть куча вот вот это вот колхоз надо сделать вот этот вот колхоз который уплотнитель меньше 11 800 я вообще не рассматриваю это я так думал нам вообще 13 ну выставляли до 12 500 бросили потому что стройка подходит уже 12 11 700 11 700 давайте приедем с деньгами поговорить с вами свяжется наш менеджер скинете номер карточки он вам скажет где когда насколько мрайл какой подъехать я понял что мы так отца не договорились 11 700 может еще подумайте переспите будет 11 600 переспал даже с 12 мы за 13 купили феврале я знаю может конечно жена покупала она вернее сама ходила за мной две недели клянчила и и потому что типа якобы у знакомых якобы машина без повреждений ходила клянчила но видит оттуда коробка уже этот автомобиль ну этот который мы крайне осматривали он был приобретен по цене 11 тысяч 700 долларов и после того как мы его оформили в этот же день машина вернулась сразу же на и сто для того чтобы убрать все подтеки устранить все недочеты в общем для того чтобы выдать человеку автомобиль тот на котором он уже будет ездить долго счастливо ну как минимум до следующей замены масла это как минимум еще 10 тысяч друзья наконец видео хотел сказать начали сергеем закончим сергеем нельзя человека осудить по одному лишь только видео по его неким повадкам это было выгрызано из кадра и показано вот то как мы общаемся с наглыми людьми все наши эксперты не периодически проходят аттестацию перейти стацию обучение за каждого своего сотрудника в нашей компании я несу и финансовую ответственность и морально-этическую поэтому постоянно у нас еще есть контрольные закупки для того чтобы держать руку на пульсе для того чтобы понимать чего хочет человек для того чтобы видеть вообще кто-то из моих парней захочет на взятку положиться или нет я хочу сказать что характер человека никоим образом не влияет на профессионализм этого человека и одного отдельно взятого и всех вместе в принципе взятых ладно не буду затягивать все это полемика поймите что нельзя судить человека лишь только по какому-то обрывку из его вырванного контекста спасибо что досмотрели это видео до конца не забываем подписываться ставить колокольчик кстати мы недавно смотрели статистику порядка больше половины людей смотрят видео без подписки но смотрят много и постоянно ребят подпишитесь нам удобно вам полезно доносить полезную нужную информацию но с вами был николай тарануха киев компании один авто всем удачи на дорогах всем пока пока ой блин следующий раз наверно она будет показать самого доброго нашего эксперта так все лошадь пробежала успокоились к тому же у фордов ну большинства фордов тут весело снимать у серёжи было камри узнать что это за камри так вот лучше ездить на фьюжи не чем на камри или на камри чем на фьюжи не как правильно так ладно не ржать не не по-разному бывает нам попадается нам что-то было это теперь черепашка ползал да то лошадь бегала теперь черепахи ползают ругающиеся матом черепахи я понял